Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня мы посмотрим, как оформить заявку на рефинансирование ипотеки в системе ВТБ онлайн. Данная процедура начинается с того, что мы авторизуемся в личном кабинете у себя. То есть у вас должен быть логин и пароль для этого. Дальше мы находим раздел продукты и услуги. Переходим в этот раздел и здесь достаточно много вариантов. Но, к сожалению, здесь нет рефинансирования ипотеки отдельно, поэтому мы заходим сначала в раздел ипотека и выбираем здесь вкладочку рефинансирование. И вот здесь мы видим продукт рефинансирования ипотеки. Здесь же и рефинансирование автокредита, но это нам не надо. Итак, кликаем по рефинансированию ипотеки и нас перебрасывает на отдельную страницу система, где мы можем много чего сделать. Во-первых, мы можем посмотреть, как рефинансировать ипотеку. То есть здесь, в общем-то, все шаги описаны. Первое, заполняется заявка 5 минут на заполнение, через 30 секунд предварительное решение, которое действует 4 месяца. Далее идет оформление кредита непосредственно, потому что рефинансирование – это что-то, по сути, новый кредит, который гасит старый. И погашаете ипотеку в другом банке. В принципе, действительно несложно, на первый взгляд. Какие требования и документы предъявляются, тоже, в принципе, все написано здесь. Если есть зарплатная карта, вот какие документы. Если нет зарплатной карты, то все достаточно информативно. То есть, если вы какие-то документы не имеете по какой-то причине, то нужно будет их получить. Например, подтверждение дохода для лиц, которые не являются клиентами ВТБ. Ну да ладно. Дальше, что у нас по факту делаем мы? То есть можно рассчитать рефинансирование ипотеки заранее. То есть вводим параметры необходимые и, соответственно, рассчитываем. Дальше уже непосредственно заполняем заявку. То есть личные данные, фамилия, дата рождения, мобильный телефон, электронная почта – это первичные данные. Далее мы соглашаемся с условиями обработки контактных данных персональных. Это обязательно, иначе вас система на следующий шаг не пропустит. Нажимаем следующий шаг. Дальше у нас идет заполнение паспортных данных и информация о доходе. Также попросят информацию о кредите. То есть нужно будет загрузить договор имеющийся. Дальше вы выбираете удобный офис. И после этого уже сотрудник банка вам перезвонит. То есть после того, как вы получите предварительное одобрение. И, соответственно, дальше уже проинструктируют, что нужно делать. В принципе, на сам этап заполнения заявки действительно уходит не больше пяти минут. Но даже если вы будете искать, копаться в документах, все равно это достаточно быстро. Поэтому смотрите. Как бы подача заявки в принципе проблем ни у кого не возникает. Единственный тут момент – это то, что предварительно еще условия посмотрите. Может быть, они вас не устроят. Если вы, допустим, сравните условия с предложениями других банков, есть на рынке предложения поинтереснее. Поэтому изучите все более внимательно. И потом уже подавайте заявку. Если какие-то вопросы еще возникли, пишите комментарии. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. И всего вам доброго.